Я вас хочу поздравить, вышли с капитанской повязкой. Каково это? Ну, приятно. Понятно, что сегодня много молодых ребят у нас было. Первый раз, наверное, в моей карьере, когда я уже самый старший. Как вам вообще такой состав сегодняшнего Ростова в Кубке? Все-таки очень много молодых ребят. Ну, ребята должны получать игровую практику. Вот. Сегодняшний гад показал, что есть профессионал, при должной работе. Должно у них все быть хорошо. Серия пенальти. Удар Штинина. Что в раздевалке, как обсуждали, что он говорил? Да нет, они вообще ничего не обсуждали. Было обсуждение того, что нельзя такие мячи на последовательном пути обсуждать. И на такие матчи доводить до победы. Сегодня, по сути, Ростов и Локомотив перед игрой уже решили все свои задачи. Как вам такой формат Кубка? Потому что, по сути, спортивного интереса нет. Да, ну, я думаю, сегодня, наоборот, игра была такая интересная, как бы, и... Мне было так хорошо, что там, да, кто-то отбывал номер, и, я думаю, зрителям, скажем, накалу борьбы понравился, да. Что касаемо формата, ну, такой формат. Играем, участвуем. Я много раз отвечал, в принципе, на этот вопрос. Я говорю, так что... Мы футболисты, которые выполняем требования, есть такой формат, мы играем. Но, все-таки, удивил ли вас состав Локомотива перед игрой? Потому что они вышли полуосновным, хотя у них впереди матч с Зенитом. Да, они, в принципе, и до этого в Куке практически... Ну, плюс-минус, мало оттенций были. Но тогда, когда они выходили, у них задача была, им надо было выходить, а сейчас... Ну, у них есть свои задачи, видимо, у нас свои, так что, в целом, посмотрели. Ну, играли таким составом, так что, я попробую отреагировал. Ростов долгое время, не может выиграть. Как вы это можете объяснить? Что команде не хватает? Кто-то говорит, ну, как вы сказали, идешься, забить на один гол больше не хватает команде. Ну, такой период, вот, его надо все вместе пережить через работу. Я думаю, что результат придет, так как, опять же, сегодняшний матч... показывает, что надо работать, и я думаю, что, опять же, сегодня должны были побеждать, но все же не получилось. Надеюсь, в матчах чемпионата удастся начать выигрывать. Перед этим матчем, да, это в целом на неделе, я беру себе слова Глушенкова по поводу того, что лучше после матча выпить пиво. Вот, как вы считаете, после игры лучше выпить стакан воды или стакан пива? Ну, бокал. Стакан воды, наверное. Почему? Вот, вы не придерживаетесь такой политики? Да, у каждого свое, кто-то пиво, кто-то не пиво. Ну, это, опять же, это Макс отвечал, ну, это Максима слова, и мне как-то на них отвечать. Ну, что, у него, у Макса свое видение, у меня свое, там, у такого человека другое видение. Так что тут у каждого человека по-своему, так что, я думаю, не стоит там очень акцент делать на эти слова. Ну, мне кажется, что Глушенков, он превращается просто в медильную звезду, потому что, даже если не брать матчи в Ростове, вообще, везде, по сути, ориентируется на его высказывание, спрашивают у игроков. Он задает, как будто бы, тренды какие-то. Ну, меня спрашиваете, мне все равно он мог, как бы, то, что там он сказал про пиво, не про пиво. Так что тут, не знаю, я, как бы, особо не за всеми новостями не слежу. Так что, свариваюсь на футболе, акцентируясь. Ага. Никит, да, пишу. А, Алексей. А, сегодня команда порадовала своих болельщиков настроем. Ну, было видно рвение. Как вы считаете, за счет чего, вот, что изменилось в вашей игре? Ну, желание, опять же, и не то, что ничего особо не изменилось, но с таким желанием, опять же, болельщики, понятно, сегодня нет фанайди, вот, болельщики приходят в будний день, и сегодня было 20,000, и, естественно, если там, ты должен их радовать, потому что прекрасная атмосфера, и надеюсь, что матч в чемпионат тоже так будет, так что надо показывать им. Вот, желание победить, может, как-то на это повлияли игроки помоложе, которые сегодня играли? Да, нет, ну, как мы всегда уходим с желанием победить, и сегодняшний матч был не исключением, опять же, предыдущие вопросы говорили, что и сейчас небольшой такой отрезок, вот, и сегодняшний матч, он сам нам был показательный, мы хотели выиграть, чтобы прививать нам эту серию, вот, к сожалению, не получилось, но, опять же, сегодняшняя игра показала, что, как я говорил, в предложенной работе, надеюсь, что мы сможем исправить данное положение. Как вы смотрите на то, что чемпионат России, ну, РПЛ и, допустим, КХЛ могут объединить, как одну лигу с белорусскими, КХЛ, ХТА, с белорусскими командами? Ну, то я не знаю, посмотреть, но, насколько я знаю, там все равно какие-то есть хорошие команды, вот, так что главное, чтобы были просто конкретно способными, посмотрим, как это, насколько это возможно, там, и все, опять же, те же, не мне решать, я говорю, будут белорусскими команды, будем с ними тоже играть, так что, тут, что, реально, посмотрим. Спасибо.